Все признаки автоподставы увидели на Октябрьском проспекте сотрудники ДПС. По версии виновника аварии, он за рулем старой классики врезался в припаркованный «Фольксваген-транспортер». По инерции фургон откинуло на «Тойоту» РАВ-4. Однако у инспекторов, а также у оперативников немного другая версия. Подробности в следующем сюжете. Водитель классики Алексей показывает инспекторам место удара. У края дороги он наехал на припаркованный «Фольксваген». Вот тут он стоял. То есть он на ровне с джипом стоял. Да, джипа отсюда не было. Джипа не было. Джипа не было. Вот здесь место удара было. Правильно? Тут. Я сейчас буду фотографировать здесь место удара было. Сейчас по следам можно уже где-то. Вот. Следы у нас идут. Да, и вот туда. Вот тут вот начинают. Ну вот здесь, да, место удара. Если верить Алексею, удар был такой силы, что фургон откинуло на другой припаркованный автомобиль «Тойоту РАВ-4». Ну вот, ехали из этого. От ЦИРа и на заправку поехали. Понятно. А с какой скоростью двигались? Не знаю, метров 60-70. Инспекторы удивились, когда водитель «пятерки» не смог объяснить причины ДТП. А ведь, по его словам, он почти не пострадал. Провалы в память ранее не случались. А как так получилось, что вы пострадали ДТП? Не знаю, ехали, ехали. Не понял, головой ударился. Не могу вспомнить. Ну, условно, может, я не знаю. У вас занесло, может, или еще как-то? Не знаю, вот, ехали, покраивались. Инспекторы осмотрели машины и снова насторожились. Повреждения на правой части кузова фургона и повреждения на «Тойоте» вряд ли соответствуют характеру ДТП. Сотрудники ДПС вызвали опергруппу. Алексей, вот опергруппа здесь еще подъехала? Угу. Почему, вот не знаете? Нет. Ну, он предъявляет, что это, как бы, подстава была. Автомобильная подстава, да. Это что, как будто бы он знает водителя этого микроавтобуса, или как это сказать? Вы... Я вообще не знаю, в первый раз вижу. Вы сговорились с ним? По словам Алексея, эту старую пятерку он застраховал в конце марта всего лишь на три месяца. А после истечения срока страховки он якобы хотел сдать авто в утиль. Сейчас обстоятельствами ДТП будут заниматься оперативники. Всех участников аварии придется допросить и выяснить, не была ли это банальная автоподстава. Сергей Пичугин, Павел Москвин, место происшествия.